Свои танцевальные возможности решили продемонстрировать 78 сочинцев. Еще недавно Виктор Ищенко пробовал покорить такого мастера танца, как Егор Дружинин, на телешоу «Танцы». Но попытка попасть в число счастливчиков не увенчалась успехом. И теперь Виктор решил начать карьерный путь с краевого фестиваля. Мне любой фестиваль очень важен, потому что это все-таки развитие. Это с каждым фестивалем, какой бы он ни был, в уличном направлении или более коммерческим, все равно поднимается уровень развития. А это для меня самое важное, именно саморазвиваться в танцах. Ну, конечно, хочется всем победить, особенно мне очень хочется победить. На этот раз Виктор исполнил танец в пока еще малоизвестном стиле – паппинг, и вжился в роль марионетки. Его соперниками в номинации соло стали еще двое танцоров. Но помимо индивидуальных выступлений в программе фестиваля есть еще и коллективные. За звание лучших боролись дуэты и танцевальные команды. Технику исполнения, сценарный вид и композиционное решение участников муниципального этапа оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты в области хореографии. Ведь призеры этого этапа будут представлять Сочи на краевом уровне. Для нас этот фестиваль еще важен и тем, что мы в преддверии Дня города, который празднуем 21, 22, 23 ноября, проводим свой грандиозный проект, который будет называться «Танцующий город». И сегодня обязательно всех ребят, которые, неважно, победят, станут лауреатами, поедут на краевой фестиваль или нет, обязательно пригласим на наш городской проект «Танцующий город». По результатам муниципального этапа были определены 9 победителей. Первое место в номинации «Соло» удалось занять Виктору Ищенко. Алексей Захарченко и Нина Литкина стали лучшими в дуэте, а среди танцевальных коллективов победила группа «Стас Ориджинал». Теперь они отправятся на зональный этап, который пройдет в Армавире 24 октября.